Маджид Наваз один из самых смелых людей в Твиттер, упорно говорящих правду, какую бы реакцию это ни вызывало. Несомненно, однажды его оттуда уберут. А пока... Он, кстати, еще и журналист, и радиоведущий. Мы благодарны ему за участие в нашей программе. Большое спасибо, что нашли для нас время. Всегда рад. Итак, вы с самого начала говорили, вы были противником Путина, ярым противником Путина долгие годы из-за других ближневосточных конфликтов. Итак, ваша репутация противника Путина безупречна. Вы указываете на то, что в действительности... Спасибо, что с этого начали, Такер. Я хочу внести полную ясность. Во время арабских восстаний, и особенно в случае с Сирией, в интернете есть видеозаписи, на которых я говорю о Путине в таких выражениях, которые, я уверен, люди хотели бы слышать от меня и сегодня. Всякий, кто хочет обвинить меня в близости к Путину, может найти эти видео. Я критиковал Путина, наверное, перед более широкой аудиторией, чем многие из моих сегодняшних критиков. И так, насчет Путина разобрались. Но это сильно отличается от того, что, по-моему, происходит на Украине. Вы об этом упомянули. И от моей позиции по этому вопросу. Думаю, что в действительности нас вводят в заблуждение, на нас давят интенсивные пропаганды с подачей наших правительств, чтобы мы не задавали вопросов о происходящем и просмотрели на все это по-манихейски, как на борьбу добра и зла в чистом виде. А всех, кто пытается приглядеться к серой зоне между ними, обвиняют в оправдании Путина. Но если здесь сражаются за принципы, я рад в это верить. Свобода против тирании, черное против белого и так далее и тому подобное. Тогда почему бы нашим лидерам не озаботиться, когда человек, управляющий Украиной, объявляет себя всемогущим и запрещает всю оппозицию? Почему это не должно их беспокоить? Именно. Прежде всего, я не думаю, что наше правительство участвует в этом конфликте из-за принципов. Это отличается от нашей принципиальной поддержки украинского народа. Но в конечном итоге мы должны задаться этим вопросом. Вот страна, управляемая человеком, который еще до начала боевых действий, «Эксиос», «Зе Гардиан», «Атлантический Совет», «Все они сообщали, что Зеленский, хоть и баллотировался с антикоррупционной программой, припрятал свои миллионы в офшорах, как и большинство коррумпированных людей». Второе по величине в его парламенте, в то время как нацистские элементы... Я использую слово «нацистский», а не «нацистский», потому что это настоящие нацисты, а не какие-то нео, это продолжение нацистов, какими они были, каких изучают историки. Бандеры, которого они почитают, был настоящим нацистом, и они сделали из него национального героя и символа. Но нацистов на Украине Зеленский не запретил. Это очень интересный момент. Человек, которого мы прославляем, как символ демократии, как борца за свободу, демократию и наш образ жизни, запрещает все оппозиционные партии, применяет силу государства, чтобы контролировать, что говорится в СМИ, при этом не только отказывается запрещать нацистам, но и включает их в свои государственные структуры. Батальон АЗОВ официально служит в Национальной гвардии Украины. На это не отвечают. Маджид, расисты есть во всех странах. Нет, аналогия здесь такая. Представьте, Такер, если бы в Америке был официальный батальон Кукус-клана. Вот то же самое, что со свастиками и нацистской символикой есть в украинской армии. А потом люди говорят, что поделать? Путин ввел войска в их страну. Конечно, они должны сражаться. Подобную аргументацию я считаю полным абсурдом. Потому что лучше всего для сравнения здесь подходит Сирия. Быть в союзе с нацистами на Украине ради победы над Путиным так же нелепо, как быть в союзе с ИГИЛ в Сирии ради победы над Путиным. Есть экстремистское вооруженное террористическое формирование, известное как ИГИЛ. Ни у кого из нас никогда не было моральных трудностей с пониманием того, что Асад диктатор, а Путин был не прав поддерживать Асада. Но те, кто ему противостоят, джихадисты, тоже были не правы. Почему мы не можем понять моральную сложность ситуации с Украиной? И оставить Великобританию, и особенно мою страну, Соединенные Штаты, свободными. Если вы за свободу на Украине, вы не можете пытаться пересечь честные выборы в нашей стране или наказывать людей за то, что они говорят правду. Проще некуда, по-моему. Вы говорите правду, и я благодарен вам за это. Да поможет вам в этом Бог. Спасибо, Маджейд. На вас. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok